Всем привет! Привет! Снова вы у меня на кухне. Я вам показываю два вида мёда греческих. Если вы приедете в Грецию в отпуск, и опять про отпуск, про отдых, все наслаждайтесь. В Греции продаются очень вкусный мёд. Мёд продается не тот, который в супермаркете. Мёд от производителей. Кто производит этот мёд? Он может быть в разных расфасовках, от маленьких до больших банок. До даже, может быть, вы купите в ведёрочке, если вы смотрите, сколько вы хотите. У меня вот мы купили два вида мёда. Мы купили их по 7 евро, вот эти вот банки. Каждая банка 7 евро. Но можете купить от 7 евро и выше. У нас, например, в нашем районе продают 8 евро, можно купить вот такую банку. 7, 8, ну 9, ну 10 евро. Дороже нет. Дороже нет, я не знаю. Вот. Мы купили два мёда. Два мёда, чем видите, они различаются. Даже видите, вот по цвету, вот падает свет солнечный, да. Вот это вот мёд, написано в фемаре. Это цветочный мёд, ну, из растений. Из цветов, там, всё вокруг, да, что есть, собирают пчёлки. Вот этот мёд, это мёд называется певку. Певку – это ёлка. Не ёлка, а сосна. Сосновый мёд. Он душистый, он вкусный, мне нравится. Вот Динус его открыл, вот, видите, задрала тут этикеточку. Динус открыл, попробовал. Очень душистый мёд. Видите, он уже стоит у нас несколько месяцев, да. И вот с ним ничего не сделалось. Вот он как есть, да. Я такую банку не буду открывать, потому что мы только будем зимой есть. Я сейчас вам открою мёд с ёлки. Сейчас, подождите. Опа! Вот он какой. Сейчас покажу. Оп, вот видите. Такой тягучий. Такой вот мёд. Это натуральный мёд от производителя. Если вы будете покупать здесь, в нашем районе, этот мёд, он, во-первых, очень ароматный, вообще обалденно пахнет. И сразу, когда вы заходите в магазин, сразу чувствуете, что пахнет мёдом. Во всех магазинах, где продают мёд. У нас в городе очень много магазинов, мёдных магазинов, где мёд, чисто продают мёд. И всё для производства мёда. В этих магазинах можете купить вот такой мёд. В туристических районах вы можете купить такой же мёд, ну, в маленьких, больших, во всяких баночках, да. Но, как сказать, старайтесь, чтобы... Как сказать, смотрите, чтобы был греческий флаг, естественно, да, от греческого производителя. Если нет греческого флага на упаковочке, это уже берёт сомнение, потому что могут привезти и болгарский мёд, и албанский мёд здесь рядом, могут быть, конечно, и из Турции. Ну, я не знаю, турецкий мёд, наверное, тоже вкусный, не знаю. Но что вы хотите, если попробовать, да, должно быть на упаковке, естественно, на греческий флаг. Вот такой вот. Вот, видите, это говорит о том, что это греческое производство. И везде на всех продуктах, где вы хотите попробовать греческое производство, должен стоять вот такой греческий флаг. Вот. Так что, видите, чем отличается мёд от такой, от такого? Это цветочный, от растений, а это от еловых деревьев. Это собирается высоко в горах, где еловые деревья, там ставят ульи и собирают вот такой тёмный мёд. Ну всё, всем счастливо, всем пока-пока. Я думаю, вы приедете в Грецию и попробуете наш греческий медок. Хоть маленькую баночку, но купите.